Слизень, а ну-ка вылупляйся, ути-путим! Ааа, господи, да чё ж я постоянно вот так вот говорю, то, что было бы круто сделать, я просто могу взять и сделать, чёрт подери! Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Арма, и добро пожаловать в Южном Приключении Профсерима, в смысле на том, что создали себе хрустальный шар, это такая штуковина, которая позволит заглянуть в будущее, и самое главное, призвать нового босса Бабу-Ягу! Так и вот он, этот самый хрустальный шар, давайте попробуем по нему кликнуть, иии, вы посмотрели в хрустальный шар, Лоу-ложка найдёт блестяшки, на самом-то деле, это у нас уже с предыдущей серии, и в итоге мы так и не смогли выполнить это самое пророчество, как бы да, пророчество, оно должно выполниться само, но мы должны хоть как-то ему помочь, но у меня ничего не получается, я копал огромную шахту, ну нифига! Только вот есть одно маленькое но, в прошлой серии, когда я это всё дело копал, у меня был полностью заполнен инвентарь, на данный момент у меня полностью пустой инвентарь, как вы, наверное, понимаете, стоит попытать счастье снова, давайте действительно попробуем! Область копания 11 на 11, глубина копания 11, и давайте поехали, чёрт подери, я надеюсь, что всё получится, я прям реально много-много буду копать, найду алмазы, попробую найти какие-нибудь, может быть, даже изумруды! Да, слушайте, я ведь в предыдущей серии так и не нашёл те самые изумруды, может быть, действительно попробовать копать в этом самом биоме, где они встречаются? Хммм... Так и это хорошая идея, смотрите, прямо сейчас я нахожусь в этом самом экстрим-хиллс-биоме, и надо просто начать копать вниз до тех пор, пока мы не найдём алмазы или изумруды, и, кстати, я здесь уже, оказывается, был! Только как давно я здесь был, я даже не представляю, неужели все эти предметы валяются здесь несколько десятков серий? Просто, насколько я знаю, если чанки не прогружаются, то предметы тоже не исчезают, и я помню то, что в этом биоме я был последний раз несколько десятков серий, то есть реально так долго уже они валяются здесь! Ох, ладненько-ладненько, не об этом, сейчас просто начинаем копать вниз, и, пожалуйста, изумруды, найдитесь как можно быстрее! Прокопав много и еще больше, я встретил всего лишь 8 изумрудов, но я искренне надеюсь, что этого вполне себе будет достаточно, поэтому просто возвращаемся к ритуалам. Только подождите, где они? Вот они, ритуалы, и пожалуйста, скажи то, что все будет нормально, найдет блестяшки, да ё-моё! Капец, ребята, у меня получилось, смотрите, новое предсказание, вы посмотрели фрустальный шар, лоу, ложка намокнет, господи, представляете, представляете, знаете, как я выполнил то предсказание с блестяшками? Я просто копал камень! Та-та-та-та-та-та-та, я прекрасно понимаю то, что раньше я тоже копал камень, но, внимание, у меня область копания была 11 на 11, и в итоге у меня просто фильтр предметов игнорировал тот самый камень! То есть, вот, видите, фильтр предметов, который игнорируется, это земля и камень тот самый, я просто это все дело убрал, и область копания поставил один на один! Прокопал примерно 2-3 камушка, и мне выпал изумруд, и тадам, я выполнил это предсказание, господи, получилось! Посмотрим, собственно, сейчас у нас предсказание, лоу-ложка намокнет, что-то мне подсказывает, что мне просто нужно нырнуть под воду и сразу вынырнуть, давайте попробуем, ну-ка, 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 да, это было довольно просто! Ой-ой-ой, а теперь у нас чуть-чуть посложнее, в лоу-ложку попадет стрела, я думаю, то, что это тоже без проблем, самое главное снять броню и пойти к скелетам, которые у нас где? Правильно, на базе! Привет, мои маленькие скелетики, давайте стреляйте меня, спасибо большое, а теперь просто идите в жопу, я возвращаюсь к ритуалам, и пойди, я просто выполнил это пророчество, неужели с блестяшками все было так просто, а я мучился полторы серии? Хух, ладно, плевать, в общем-то, вы посмотрели в хрустальный шар, лоу-ложка соберет горы угля, угля, ну, это вроде как тоже просто! Просто берем, телепортируемся снова к шахте и начинаем копать огромное количество угля, только подождите, сначала его нужно разложить вот таким вот образом, чтобы потом у нас не получилось так, то, что просто весь инвентарь будет загроможден! Ага, получилось, шесть стаков угля я добыл, и теперь новое пророчество, лоу-ложка найдет зарытые сокровища, да ладно, неужели мне теперь просто копать надо? Попробуем, область копания я специально поставил один на один, чтобы, если что, не разрушить абсолютно все, и в итоге мы просто копаем землю, я надеюсь, что именно и... что это сейчас было? Ааа, какого черта, что за хрень, низкоростники нападают, а ну идите в жопу! Там что-то упало, я прям это точно слышал, наверное, какой-нибудь метеорит, я вот что-то не понимаю, я вроде копаю, 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 но никаких зарытых сокровищ пока что не нашел! Ааа, я что-то слишком много, короче, копал-копал и так ничего не нашел, да ладно, чтооо, новое пророчество, попадет стрела, но я же, я же то не выполнил, какого черта? То есть я в прямом смысле слова не нашел никаких зарытых сокровищ, но походу Майнкрафт так подумал, снова попадет стрела, снова возвращаемся на базу, и, короче говоря, примерно вот таким вот образом мы выполняем эти самые пророчества, и в какой-то момент кое-кому это надоест, и самое главное это мистическое существо Баба-Яга, да, Баба-Яга это надоест, и она такая выйдет и разберется со мной, но на самом деле мы ее убьем. Честное слово, я не знаю, как много таких предсказаний нужно выполнить, но следующее лоложка будет засыпан железом, уууу, да ладно, мне получается надо железо копать? Понятное дело, то что прямо сейчас я этим заниматься не буду, по одной простой причине, мне это надоело, давайте я вам вот что расскажу, в Арс Мэджике, наконец-то я нашел то самое заклинание, которое позволит мне быстро прокачиваться. Только вот проблема заключается в том, что прямо сейчас мы это самое заклинание не создадим, потому что у меня не вкачано вот это и вот это, преобразование жизни и лечение, именно с помощью этого прокачивается очень быстро опыт. Посмотрим, получается на себя у меня открыто, замечательно, далее нам понадобится синий поинт, синий поинт и зеленый поинт, нууу, в принципе без проблем, учитывая то, что прямо сейчас мы зеленый выбьем с помощью хранителя Тайн. Привет, мой миленький маленький босяра, как же давно мы с тобой не виделись, пора снова сразиться, насколько мне известно, мы вообще каждую серию с ним сражаемся, но на самом деле это важно, потому что зеленый поинт и легче не достаются, то есть серьезно, это просто у нас под носом. Понадобилась куча зеленых поинтов, без проблем, понаубивал кучу хранителей Тайны, не паришься, так, подожди, куда ты делся? Ах, вот он, ты здравствуй, мой любимчик. Самые сложные поинты на данный момент для меня это синий, потому что серьезно, я до сих пор не нашел босса, которого я смогу вызвать и вызвать, убивать и убивать. Ого, с этого босяра выпало сразу две книги, ничего себе, и сразу две сферы бесконечности. Капец, какой же он крутой, ну давайте используем, спасибо тебе большое, хранитель Тайн. Так, 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 а теперь давайте посмотрим каких-нибудь боссов, которых мы 100% вызовем, которых мы 100% убьем, и с них 100% падает это самый синий поинт, например, у нас есть хранитель воды, но проблема заключается в том, что мы не сможем его вызвать, ибо у нас нету, скажем так, дождя. Как бы нет, дождь у нас есть, но он только лишь из мода Торнадо, и официальный просто отрубается из-за этого самого мода Торнадо, то есть, понимаете, да, классический Майнкрафт конфликтует с этим модом, поэтому хранитель воды просто отпадает. Давайте идем дальше, у нас есть какой-то там вроде как хранитель воздуха, давайте на него посмотрим. Рекомендуемый магический уровень 35, вот честное слово, я не знаю на что рассчитывать, тут либо синий, либо все-таки зеленый. Ой-ой-ой-ой, ну ладно, давайте так и быть попробуем, благо абсолютно все ресурсы у меня для этого есть, нам понадобится вроде как эссенция ветра, и эссенция ветра, подождите-ка, а где она? Ошибочка вышла, на самом деле это называется эссенция воздуха, и в общем-то мы вызвали босяру, хранитель воздуха, здравствуйте, подождите-ка, не падайте, самое главное не падайте. Просто изумительно, вот так вот и стойте, прямо сейчас мы вам немного голову подредактируем, и начинаем бить. Надеюсь то, что мне действительно выпадет этот самый синий поинт, три жизни осталось у этого чувачелла, и как вы наверное понимаете, последний удар, да, черт подери, нам выпало еще три эссенции воздуха, и больше ничего, серьезно? Конечно же так не пойдет, поэтому прямо сейчас мы попробуем убить еще таких босяров, только на этот раз сразу троих, давай-давай-давай, вызывайся, подожди, третьего не вызвали, черт подери, давай вызывайся, тихо, ааа, мы вызвали только одного оказывается. Пожалуйста, скажи мне то, что с тебя хоть что-нибудь падает, последний удар, и в итоге падает еще эссенция, и по-моему больше ничего, да вы издеваетесь. Бо, а не-не-не-не-не, сфера бесконечности, но зеленая, ну ё-моё. Так-то это довольно-таки большие проблемы, и мне прямо-таки срочно нужно найти босса, с которого падают эти гребаные синие поинты, может быть что-нибудь в интернете написано, давайте раз, два, три. Нашел, ребята, хранитель земли, целиком состоящий из камня, хранитель земли является выносливым противником, способным устоять даже перед самыми сильными физическими атаками. Он использует силу самой земли, так что приготовьтесь сражаться, рекомендуемый магический уровень 25, давайте посмотрим как его вызвать. На обсидиан установите кольцо из железных пиктограмм, в центре каждой стороны сразу за пиктограммами поставьте факелы винтиума, после этого киньте в центр синий топаз, изумруд и перламутр, нифига себе. А ещё они не советуют вызывать этого босяра в своём подвале, потому что иначе он может там разрушить всё и всё. Окей, подвала у меня всё равно нету, поэтому просто берём перламутр, топаз, алмаз или тополя, короче, я не помню, что там нужно, но сейчас всё это дело добуду и вернусь. Ну что, ребята, поехали, абсолютно вся конструкция собрана, и всё, что мне осталось сделать, это кинуть синий топаз, далее изумруд и перламутр, давай-давай-давай-давай-давай, вызывайся, пожалуйста, только не говори то, что ты не вызовешься. Прошло несколько минут, и я понял то, что что-то здесь не так, давайте прямо сейчас я кое-как по-другому попробую всё это дело построить. Типа такого, может быть? Ну-ка, давайте-давайте, пожалуйста, скажите мне то, что мне всё получится, и этот грёбаный хранитель земли вызовется, ну абсолютно все ингредиенты, и прибамбасы я поставил 100% те, но-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, нет, очень странно. Получилось, ребята, наконец-то, оказывается, факелы винтиума должны были стоять на той же высоте, что и вот эти железные пиктограммы, ну что ж, здравствуй, хранитель земли, я знаю, что ты очень слабый. Ааа, ну да, конечно, но сношу я тебе точно так же, всего лишь по одному хп, господи, как я такое ненавижу. Попробуем прямо сейчас наше заклинание, недозвёздный удар, который у нас когда-то давным-давно не получился, но в то же время это вроде как заклинание, и да ладно, я ему ничего не сношу, вы серьёзно? Окей, тогда попробуем, например, готовь свою жопень, ну-ка, ну-ка, да ладненько, по 9 сношу, вот это уже прикольненько, прикольненько. Один хп остался у хранителя земли, и мы его убиваем и получаем, наконец-таки, тот самый поинт, только один. Блин, мне придётся снова вызвать ещё одного такого босса. Та-да-дам, тадам, новая, подождите, что это такое? Какого чёрта? Мне снова что-то выпало, доспехи земли, станьте столь устойчивым, сколь сама земля. Привязка к душе, ну-ка, давайте наденем, и нифига себе, какой я прикольный стал. Только вот есть одно маленькое, но мне это нафиг не нужно, поэтому я просто это куда-нибудь выкину, и давайте прямо сейчас мы посмотрим, да, у меня две сферы бесконечности, именно синего цвета, мы всё это дело опять же используем, и ура! Прокачиваем, конечно же, регенерацию, далее лечение и преобразование жизни. Наконец-то мы можем создать себе то самое заклинание, которое будет нас по идее быстро прокачивать, по крайней мере, если верить вам. Та-дам, книга готова, всё замечательно, и давайте, наконец-то, посмотрим, что же нам понадобится для создания этого супер-пупер заклинания. Понадобится эссенция натуральная, это вообще без проблем. Ой, какая натуральная, в смысле нейтральная, далее пустая руна, аумпыль винтюма, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, короче, всё это у меня есть без проблем. Ай, да хорошо, ай, да замечательно, спасибо огромное за то, что подождали, у нас получилось это самое заклинание, как видите, оно немного такое зеленоватое, мне это нравится, и... Блин, стоп, я забыл его переименовать, о боже мой! Точнее, не-не-не-не-не, не то, чтобы переименовать, я забыл ему иконку поменять, о боже, я придурок! Так, по крайней мере, смотрите, как только я его использую, мне сразу же даётся опыт, неужели я таким образом реально его могу бесконечно использовать? Таки вы только посмотрите, прямо сейчас я стою у этого самого обелиска, который постоянно регенерирует мне ману, я беру, использую это самое заклинание и постоянно прокачиваю себе опыт, боже, как же это быстро-то! Подождите-ка, подождите-ка, знаете, о чём я сейчас подумал? Вот я кликаю, 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 а мы же можем просто взять и поставить автокликер! Попробовать, конечно же, стоит, я его уже настроил, нажимаем на F7 и... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Всё, я вообще к мышке даже руками не притрагиваюсь, по сути, мы можем просто отойти от компьютера и у нас всё будет прокачиваться. Проблема лишь заключается в том, что у меня тупо не хватает регенерации маны для того, чтобы этот скилл использовался постоянно. И из-за этого прокачка происходит, ну, иногда быстро, иногда медленно. Но вот этот опыт можете особо не обращать внимания, он, я знаю, постоянно убирается и вроде как быстро прибавляется, но на самом деле всё-таки прокачка идёт. А ведь действительно, самое главное, это то, чтобы прокачка шла, и... Наконец-то, ребята, у нас получилось, боже, мы нашли идеальное заклинание, лайк на аву! Ох, прям хорошее настроение вдруг появилось, окей, 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 давайте тогда возьмём это пока что куда-нибудь вот сюда спрячем и пойдём займёмся кое-чем другим. Вот что это такое, спросите вы у меня. А это у нас, во-первых, бойня, во-вторых, цистерна, а в-третьих, маршрутизатор жидкости, который на самом деле мне нафиг не нужен, потому что здесь всего лишь понадобится бойня. А ведь эта самая бойня стоит около коров не просто так, дело в том, что если мы прямо сейчас здесь немного постоим, мы увидим то, что эти самые коровы постепенно умирают. Вот смотрите, есть коровка и проходит несколько секунд, и её нету, потому что как раз-таки работает эта самая бойня, и она абсолютно всех коров преобразовывает в фарш, и самое главное, вот в эту самую нужную штуку, розовую слизь, которая поможет нам создать кое-какой крутой карьер. О, я вам даже так скажу, у нас будет такой карьер, который мы сможем поставить прямо на базе, и база не разрушится, вот настолько он крутой. Так вот, зачем же нам нужна розовая слизь? Дело в том, что есть такой кристалл розовой слизи, как раз-таки это говорящее название, и он создаётся из блоков розовой слизи, которые создаются вот таким вот образом. Шарик розовой слизи никаким образом не крафтится, разве что только из блока розовой слизи, и в итоге у нас замкнутый круг. Так как же его достать, спросите вы, правильно, с помощью вот этой бойни. Просто подходим сюда с фёдрышком, нажимаем на бойню, и получаем ведро фарша, но ведро фарша мне не понадобится, поэтому я просто выливаю, и вот оно, ведро розовой слизи! Только погодите-ка, какая-то несостыковочка, как из ведра розовой слизи получить комочек розовой слизи? Всё очень просто, мы выливаем это самое ведро, и получаем, внимание, пока что мы никого не получаем. Ага, розовый слизь! Здравствуйте, да, вот именно его-то мы и получаем, убиваем, и получаем розовую слизь. То есть, да, примерно вот такой вот цикл нам нужно проделать для того, чтобы создать потом розовый кристалл. Ну, короче говоря, мне их понадобится 4 штуки, и это жопа. О, вам, наверное, даже интересно, как же быстро копится эта слизь. Я вам скажу, мега медленно, вот прям супер-пупер медленно. Я бы даже, на самом деле, знаете, что сделал? Я бы улучшил этот стабилизированный спавнер. А, стойте-ка, а что мне мешает это сделать? Давайте прямо сейчас этим займёмся. Мне понадобится, получается, адская звезда, которая у меня есть, и мы создаём себе ядро виверны, которое у меня, оказывается, уже даже просто есть. Эх, коровки, коровки, прямо сейчас вас будет намного больше. Давайте, создавайтесь. Я бы, на самом деле, поставил здесь какое-нибудь пробуждённое ядро, но, блин, его создавать ещё надо. Ой, ладно, Ром, чё, не ленись, давай прямо сейчас убьём четырёх из сушителей и создадим это грёбанное пробуждённое ядро. Давай, здравствуйте. Всего понадобится, получается, на самом деле, два из сушителя, потому что две адские звезды у меня уже хранятся в сундуке. Та-да-да-дам, та-дам, три адские звезды готовы. Спасибо большое за то, что подождали. Мы просто берём сейчас и телепортируемся обратно на базу, создаём пробуждённое ядро, и, опять же, раз, два, три. Таки, снова спасибо огромное за то, что подождали, пробуждённое ядро создано, я его уже даже вставил, и всё, коровы создаются просто супер-пупер быстро! О, да, чёрт подери, просто обожаю на это смотреть, вы только посмотрите, как же быстро они умирают, вот только есть одна небольшая проблемка, некоторые коровы просто не достаются, ай-яй-яй, надо было улучшить эту бойню. Тьфу ты, пипец, оказывается, эту бойню нельзя улучшить, ну тогда надо просто взять и немного заузить этот забор, просто вот так вот всё поставить. Замечательно, всё готово, всё поставлено, расстроено, ииии, в общем-то, проверяем, у нас сейчас ведро фарша собирается, нам фарш не понадобится. А вот ведро розовой слизи как раз-таки пригодится, раз, слизень, и давай-ка два слизень, интересно, появится какой-нибудь большой из этого огромного комка? Ну-ка, 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 давайте посмотрим, чё никто не создаётся-то, какого чёрта, а? Появился маленький слизень, где-то там прыгает, вот он, мусипуси, ну-ка, а теперь второй появляйся, давай быстрее, вроде как эту я развил намного раньше, чем этого, и он всё равно появился намного быстрее, какого чёрта? Тра-та-там-та-там, всё готово, два маленьких слизни, мы убиваем одного, убиваем сразу же второго, так, подождите, я сразу двоих убил тогда, замечательно, и у меня уже целых семь слизи. По моим подсчётам, мне не хватает ещё 29 слизи, боже мой, как долго я это всё дело буду копить, ну-ка, давайте посмотрим, сколько здесь уже тысяча, почти на одного слизня хватает. Ну, по крайней мере, процесс действительно идёт намного быстрее, и знаете, что бы я ещё сделал? Я бы сделал так, чтобы всё это дело переливалось в цистерну, потому что, ну, две тысячи, это как-то маловато. Просто такой отошёл, на несколько минут прихожу, а здесь сразу 20 слизней, ну, это же реально круто. А-а-а, господи, да чё ж я постоянно вот так вот говорю, то, что было бы круто сделать, я просто могу взять и сделать, чёрт подери! Та-та-та-там-та-там! Спасибо снова за то, что, наверное, уже в десятый раз за эту серию подождали, и в итоге давайте я сейчас всё объясню. У нас есть деревянная жидкостная труба, абсолютно всё, что здесь перерабатывается, сразу идёт сюда, а потом в маршрутизатор жидкостей. И из этого самого блока всё уже направляется как раз-таки в разные трубы, и это настраивается вот здесь. То есть, смотрите, у нас есть ведро фарша, которое идёт в жёлтый, и в фиолетово идёт ведро розовой слизи. Понятное дело, то, что вот она, эта самая розовая слизь, а вот он, этот самый фарш. Говорю сразу то, что фарша, я поставил сразу побольше, потому что, ну, он вырабатывается намного резче. Как-нибудь так, давайте скажем, и вот здесь у нас как раз-таки вырабатывается розовая слизь. Всё, как только тут заполнится сразу много-много-много цистерн, мы просто возьмём это и используем. А пока что давайте просто возьмём и освободим наши ведра. Во-первых, вот это ведро фарша, и, конечно же, ведро розовой слизи. Слизень, а ну-ка вылупляйся, ути-пути! Ути, какой маленький слизень, мне на самом деле его даже убивать жалко. Вы только посмотрите, он мне ничего снести не может, какой малявка, мути-пути-пути, он постоянно за мной прямо-таки идёт. Ну, ладно, извини, короче, мне придётся так и быть тебя убить, прощай, дай мне немного слизи, и это всего лишь одна. О, ребята, я тупанул, я совсем забыл то, что надо с помощью посоха силы убивать, потому что там добыча прокачана. Ну, окей, ладно, всё, неважно. Как-нибудь потом всем этим делом займёмся, как только у нас, конечно же, цистерны заполнятся. Но вы, наверное, прекрасно понимаете то, что это не одна минута, не две, а как минимум, наверное, полчаса. Фух, ну мы чё-то какую-то вообще такую серию сделали, благодаря которой мы в будущем будем крутыми. Во-первых, мы прокачали офигенное заклинание, точнее, сделали. Ну, а также мы сделали себе вот такую офигенную фиговину, которая позволит мне делать, во-первых, лазерный бур, благодаря которому я смогу, наконец-то, может быть, наконец-то, внимание, заняться максимальной солнечной панелью. Потому что я эту максимальную солнечную панель... Сколько уже серий хочу сделать? Тридцать? Двадцать? Ну, серьёзно, минимум двадцать, по-моему. Как бы то ни было, ребята, я, наверное, всё равно сделаю так. Так, смотрите внимательно за мной, смотрите, вы смотрите, да, ребята, опачки, что же это значит? Что же это значит? Ложка снял броню, хм, что же это могло значить? А, да, ребята, всё верно, я буду понемножечку заканчивать на данном серии. Я искренне надеюсь, что она вам понравилась. Собственно, на моей памяти это, наверное, первая серия за последние двадцать, где мы действительно прямо-таки углубились в будущие серии. Ну, то есть мы сделали так, что потом у нас всё будет круто. А самое главное, мы наконец-то сделали себе офигенное заклинание из Арс Мэджики, которое позволит мне быстро прокачиваться. И это, по-моему, многого стоит. И искренне надеюсь, что если вы всё ещё слушаете мой бред, вы не забудете поставить лайк, потому что я, опять же, надеюсь, если вам нравится смотреть вот эти все ролики Дюжины Приключений, то пожалуйста. Ну, а самое главное, то, что для вас сделать всего лишь три секунды, любому другому ютуберу приятно, можно сказать, на весь день, когда он видит под своим роликом, который выложил, много лайков. Окей, ладно, всё, я не буду как-то особо об этом говорить. Я понемногу на этом буду заканчивать. И я, опять же, надеюсь, то, что серия вам понравилась. И супер-пупер важная информация, это... Если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позву друзей, а с вами был Ложка и Шарик Розовой Слизи. Всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok